Спонсор выпуска – салон верхней одежды «Лили». Какой ты хочешь быть этой зимой? Модный, дерзкий, стильный, элегантный. Ты можешь быть какой угодно вместе с салоном женской одежды «Лили». На зимнюю коллекцию скидки. Чупаева, 79, угол Московской. Здравствуйте, вы смотрите программу «Саратов сегодня». Мы работаем в прямом эфире. Меня зовут Полина Попенец. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Не сносят и не ремонтируют. Холод, сырость. Все у меня под весной потолок упадет. Обои все отклеются. Жители дома памятника на Московской жалуются на чиновников. Хотели отмазаться. После вчера я позвонил по телефону, просил в обед, чтобы ему деньги. Жители Балакова подозревают во взятке сотруднику ФСБ. Оздоровиться за полчаса. Чувствую уже какой-то результат, легкое дыхание. В Энгельском доме-интернате открыли соляную пещеру. Какая погода за окном ждет саратовцев в субботу 16 февраля. Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Кто ж его починит, он же памятник. Так объяснили жильцам дома номер 57 по улице Московская, когда они обратились в фонд капитального ремонта. У здания протекает крыша, восстанавливать надо проводку и газовую печь. Но статус памятника, архитектуры все усложняет. Даже нанять рабочих, чтобы починить кровлю, сами собственники не могут. Надежда Новикова о проблеме таких домов. В настоящее время вопрос проведения фондом ремонтных работ в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, находится в стадии изучения. В руках стопка отписок из разных инстанций. Над головой протекающая крыша. Жильцы дома номер 57 по улице Московская живут в нечеловеческих условиях. Стены в трещинах, проводка искрит. А недавно в одной из комнат обвалился потолок. Согласно сайту реформы ЖКХ, наш дом был запланирован на 2017 год по починке фасада. И получается крыша как раз. Но администрация сказала, обращайтесь в фонд капитального ремонта. Я обратилась сначала в прокуратуру, потом в жилищную инспекцию прокуратура отправила. И жилищные инспекции отправили в фонд капитального ремонта. Они ответили, что не будут ничего делать. Они, согласно указу антимонопольной службы, не имеют права ремонтировать данные дома, поскольку они являются памятниками культурного наследия. Пока жильцы ходят по разным инстанциям, дом трещит по швам. Недавно газовики перекрыли отопление в здании из-за возможного обрушения печи. Те, кто смог, съехал на съемное жилье, даже оставив комнаты со свежим ремонтом. Теперь здесь будет холод, сырость. Все у меня под весной потолок упадет, обои все обклеются. А она одна из самых стойких. Галия решил остаться в родных стенах, хотя по ним иногда и течет вода с потолка. На крыше соседи залазили, сами так уже почистили, у кого кто что мог. Я-то, естественно, не полезу, я живу одна. И вот он говорит, там крыша вся заржавела, прям ржавая, и весь проваленный внутри. Смотри, у тебя тоже самое, как бы не провалился потолок на тебя. Я говорю, ну ты прям меня вообще не пугал. Признать здание аварийным нельзя по закону дом памятника архитектуры. За его реконструкцию не может взяться и фонд капитального ремонта. Если капитальный ремонт дома не был проведен на момент первой приватизации помещения в данном доме, то собственники имеют право требовать проведения капитального ремонта за счет средств бывшего наймодателя. Но обычно это муниципальное образование. То есть в данном случае необходимо предъявлять требования к администрации. Так, собственники квартир в зданиях, объектах культурного наследия становятся заложниками статуса своего дома. Чтобы ответственность полностью не легла на их плечи, необходимо менять законы, считают многие эксперты. Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Готовятся получить новые квартиры. Речь о пострадавших жильцах дома, что по проспекту строителей. В начале мая прошлого года постройка рухнула, обвалилась боковая стена. Тогда обошлось без погибших, но возвращаться в свои комнаты жильцы побоялись. Их отправили в пансионат и теперь выселяют. За дело взялись прокуроры. Роман Базан узнал дальнейшую судьбу горожан. Эту комнату готовят для новых жильцов. 12 квадратных метров в общежитии, что на 4-й дачной. Уже завтра поклеят обои. А тут только стены получают, да и полы еще будет сделано, что ли вообще. Мы только стены делаем, насчет полос. Комнаты из так называемого маневренного фонда. Сюда переедут те, кто пострадал при обрушении дома в прошлом году на проспекте строителей. Все это время семьи жили в пансионате «Сокол». Семья будет определяться по очереди. Комната жилая, около 13 квадратных метров. То есть в пригодном состоянии. Даже какая-то мебель есть. А там уже дальше очередь, сформированная комитетом управления имуществом, она будет предоставляться. ЧП случилось вечером 7 мая. Обрушился угол пятиэтажки. Обошлось без пострадавших. По словам специалистов, бетон раскрошился. В этой части здания находились душевые и туалеты. Их жильцы построили сами. Вода стекала вниз по стенам. В другом крыле хрущевки такая же ситуация. Сейчас дом опустел. Сижу, разгадываю сканворд. В кресле. Грохот страшенный. А у меня окно было открыто. И сразу в окно, я на первом этаже, и сразу в окно пылюка пошла. Уходить из пансионата люди не захотели. Жили последние 9 месяцев бесплатно. Там и кормили, и стирали им вещи. Оставаться больше нельзя по закону. Поэтому им и предложили временное жилье. Пока пострадавшим не выдадут новые квартиры. Там просто невозможно жить. Давайте посмотрим, какие есть. Третий вариант. Ну а что, ну а где? У меня больная нога. Мне нельзя в колоде держать. Все эти медицинские справки у меня есть. Теми условиями, которым отвечает маневренный фонд, естественно, довольно не все. Те помещения маневренного фонда, которые есть, администрация в настоящее время, чтобы улучшить, все-таки создать условия приемлемые, изыскала возможность и делает минимально необходимый ремонт, проверяет, чтобы все сантехники, чтобы обеспечены были надлежащие условия для временного проживания. Но, повторюсь, маневренный жилой фонд – это временная мера, это не окончательное решение проблемы, а в конечном итоге нуждающимся и малоимущим администрация должна предоставить благоустроенные жилые помещения. За словом прокурора, в начале июня дом снесут. Только после этого пострадавшие смогут претендовать на новые квартиры. Помогают людям и со сбором справок и документов. Уверяют, что ни одна семья не останется без помощи. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Дом не построят без дополнительного участка земли. Дольщики-многоэтажки по четвертому проезду Чернышевского обратились к рабочей группе во время заседания в областном правительстве. Они попросили составить дорожную карту с конкретными сроками возобновления строительства их дома. Также люди пожаловались на то, что компенсационные участки, которые сегодня предлагают, не устраивают потенциального инвестора. Тем временем объект проставят уже почти пять лет. Люди подсчитали, что на достройку дома необходимо 250 миллионов рублей. Конкретные земельные участки не распределены, не закреплены за объектами, которые признаны проблемными. Сегодня выясняется, что есть потенциальные инвесторы, которые готовы достроить. Но выясняется, что под разными формальными основаниями, в удовлетворении их просьб о выделении земельных участков отказывается. В Саратове отметили 30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Торжественное мероприятие прошло в театре оперы и балета. В фойе была организована выставка в памяти о соотечественниках, выполнявших свой служебный долг. В торжественной обстановке ветеранам боевых действий вручили почетные грамоты, благодарственные письма и знаки губернатора. Затем для гостей выступили творческие коллективы города. Я все время был в Кабуле, в 8-й пехотной дивизии, советником командира этой дивизии. Участвовал в боях с афганскими подразделениями в ущелье Паншир, в освобождении Бамиана. Житель Балакова подозревается в даче взятки сотрудника управления Федеральной службы безопасности. За деньги мужчина хотел отмазать себя и сына. Обоих обвиняют в хищении труп на территории Духовницкого района. Имущество принадлежало государственному учреждению. За 500 тысяч рублей злоумышленники хотели откупиться. Как сообщает прислужба Следственного комитета региона, в отношении 67-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело. Поясните, пожалуйста, суть вашей встречи и поясните, что по этим деньгам пережил. Далее Александр Новохадский расскажет о погоде, а пока прервемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Накопить и приумножить на образование, отдых, свадьбу или ремонт. Принимаем сбережения под 15% годовых. Сбережения от 10 тысяч рублей. Просто, выгодно, надежно. Гарант Кредит. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный кооператив Гарант Кредит поможет сохранить и приумножить ваши сбережения. Просто, выгодно, надежно. Телефон в Саратове 708-444. Здравствуйте. В субботу 16 февраля в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями, небольшие осадки, кое-где туман. Ветер с севера-западный 4,7 метра в секунду. Днем до плюс одного, а ночью до минус четырех. В Саратове и Энгельсе также небольшой снег и ветер. Температура днем до плюс одного, а ночью до четырех градусов ниже нуля. Атмосферное давление понизится до 747 миллиметров в ртутную столба. Подмечено. И если кошка крепко и долго спит, к теплу. Всем всего доброго. Берегите себя. До встречи. Мы продолжаем знакомить вас с новостями. Работаем в прямом эфире. В России планируют ужесточить ответственность за превышение скорости и отменить скидки на оплату некоторых штрафов. Об этом пишет коммерсант. Так, Минтранс выступил за введение штрафов 500 рублей за превышение скорости на 10 километров в час. Также полицейские предлагают отменить 50-процентную скидку на оплату штрафов за неправильную парковку и стоянку в короткий срок. Законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Алкоголь планируют продавать с 21 года. С таким предложением выступили чиновники Минздрава, сообщает Лентару. Министерство хочет запретить продажу алкогольной продукции крепостью более 16,5% лицам, не достигшим 21 года. Инициативу уже поддержали члены общественной палаты. А глава Росмолодежи отметил, что лучше делать упор на пропаганду здорового образа жизни. Чиновники готовят культурные нормативы для школьников. Так называется специальная программа, которую разрабатывают госслужащие. Об этом сообщает московский комсомолец. Программа предполагает, что школьники будут обязаны вместе с учителями посещать концерты, музеи, выставки и кино. А после подобных мероприятий будут проводиться уроки, где школьники будут делиться своими впечатлениями. Чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в суд против американского режиссера Джеймса Кэмерона. Мужчина хочет, чтобы его признали соавтором. Сценария фильма «Аватар», сообщают РИА Новости. Писатель утверждает, что при создании картины режиссер использовал целый блок из его романа, который был опубликован в интернете за несколько лет до выхода фильма. Мужчине даже удалось связаться с помощником Джеймса. Однако тот заявил, что это писатель украл идею у американского режиссера. Жаловаться можно. Продолжает работать народная приемная «Саратов-24». О самых вопиющих проблемах мы рассказываем в эфире, а полный перечень обращений будет опубликован в ближайшем выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже уже во вторник. Ко мне присоединяется дежурный народной приемной. На этой неделе это Роман Базан. Рома, здравствуй. Расскажи, на что жаловались телезрители. До полей на ужас из военного городка. Вольск-18 прислал телезритель. Говорит, что в таких условиях живет пенсионерка. Вся мебель в квартире намокла, повсюду черная плесень. Трубы давно сгнили, но ответственные только разводят руками, жалуется телезритель. Андрей просит наказать коммунальщиков, которые не хотят чистить крыши домов от наледи. На кадрах улица Школьная, дом 23. На нем 15-метровые сосульки. Одна недавно упала. К счастью, обошлось без пострадавших. Сосулище номер один. Вот у нас козырек подъезда. И вот она пошла, 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 пошла. И вон до пятого этажа, до крыши. На новую строку в платежках жалуется Ирина Дементьева. Говорит, с декабря ее обязали оплачивать за уборку снега. Адрес первый проезд строителей. Якобы было собрание, но соседи за это не голосовали. Да и бумаг коммунальщики не показывают, жалуются женщины. С какими проблемами еще к нам обращаются? Жильцы дома 90 по улице Телеграфной жалуются на текущую крышу. Говорят, что весной ремонтировали, но уже опять затапливают квартиры. Обои отклеились, натяжные потолки провисли. Спасибо дежурной народной приемной. Саратов 24. Роман Базан рассказал о жалобах, которые поступили на этой неделе. Полный отчет о них читайте в новом выпуске газеты «Провинциальный телеграф». Он появится в продаже в ближайший вторник. Мы ждем от вас новое обращение. Если есть возможность, проиллюстрируйте их снимками или видеороликами. Почти как на море. В Энгельском доме-интернате открыли соляную пещеру. Врачи рекомендуют голокамеры для укрепления нервной системы, а также для тех, у кого органы дыхания слабое место. Построили площадку за месяц. Специально для этого везли соль из Оренбурга. Теперь на сеансы могут ходить не только проживающие интерната. Ксения Монахова решила тоже пройти оздоровительный курс. Спокойная музыка, большой аквариум и больше трех тонн соли. В Энгельском доме-интернате появилась оборудованная комната для здоровья. 40 минут соляной пещеры приравнивается к трем дням отдыха у моря, говорят врачи. Наталья Гаврилова в доме-интернате уже 5 лет. Сегодня она впервые в жизни принимает соляные ванны. Очень комфортно, приятно. И я чувствую уже какой-то результат, легкое дыхание. И вообще очень прекрасно себя чувствую после этих процедур. Огромное количество соли привезли из Оренбурга. Но она служит лишь декорацией. На самом деле улучшает состояние здоровья галогенератор. Он выделяет полезный соляной пар. Перед тем, как зайти в пещеру, проживающие дома-интерната проходят подготовку. Они приходят, сначала попадают на лекцию. Им читают лекцию про здоровый образ жизни, про профилактику заболеваний. Именно в таком возрасте, который уже преклонно наиболее часто встречаются. Потом они делятся. Подгруппа идет на какой-то вид оздоровительной активности. У нас есть дыхательная гимнастика, у нас есть лечебная физкультура. В этом году учреждение выиграло президентский грант. На создание пещеры с федерального бюджета выделили 2 миллиона рублей. По гранту соляная пещера будет функционировать больше полугода. Но потом ее обслуживание планируют продолжить. За счет поддержки местных инвесторов. Боже помощи вам. Храни вас Господь. За один раз курс оздоровления здесь могут пройти 8 человек. После каждого посещения комнату проветривают. Доступна соляная пещера будет не только для проживающих дома интерната. Правда, нужно заранее записаться на бесплатный сеанс. Ксения Монахова, Полина Попенец, Олег Биряков, Саратов-24. Фотоконкурс «Настоящий мужчина Саратова» от компании «Наша радио Саратов» и информационной службы «Саратов-24» продолжается. Напомню, его главный приз – сертификат на месячное посещение фитнес-клуба. А пока познакомлю вас с промежуточными лидерами. У нас небольшие перестановки. Фотографии кандидатов на ваших экранах расположены в порядке возрастания голосов. Отмечу, что эти результаты еще не окончательные. Те, кто займут места со 2 по 10, отправятся в баню. Мы ждем заявки с фотографиями до 19 февраля включительно. А 22 числа в студии «Саратов-24» вручим награду за первое место. Все подробности на нашем сайте saratov24.tv. Там же найдете еще больше новостей. Далее смотрите афишу мероприятий на ближайший уикенд. Я же с вами прощаюсь. Желаю всего доброго. Маленькими шажочками мы приблизились к вечеру пятницы. И это прекрасно. Поэтому теперь уверенными шагами мы побежим навстречу замечательным выходным и интересным событием. Каким? Расскажу прямо сейчас. В эту субботу 16 февраля призываю всех встать на лыжи. Ведь в Саратове пройдут массовые лыжные гонки. Как и всегда, местом проведения соревнований станет стадион «Зимний». До старта гостей ждет развлекательная программа. Для вас выступят творческие коллективы города. В таких соревнованиях призы получат не только победители, но и участники в двух дополнительных номинациях. Самый юный участник и самый креативный. Им станете вы, если придете в самом ярком и нестандартном костюме. Регистрация начнется в 9.00. А торжественное открытие соревнований в 12 часов дня. Хочешь дотянуться до звезд? Тогда принимай участие в 6-м благотворительном аукционе свиданий. Там ты сможешь побороться за встречи с понравившимся тебе участником. Это будет известный спортсмен, руководитель фирмы или телеведущая. Спешу сообщить, что встреча со звездой не будет нести никакой романтики. Скорее, просто полезное знакомство и приятное времяпровождение. А заодно вы сможете помочь собрать средства на благотворительные цели. Все вырученные деньги пойдут на оплату лечения брошенных животных. Помимо этого, там будет розыгрыш призов на любой вкус. Если вы не можете принять участие в акции, но все равно хотите помочь животным, просто передайте средства в ЗАСПАС Саратов. Ваш добрый поступок не останется незамеченным. Если вам кажется, что вас сложно удивить, то прошу поспешить в Саратовское училище. Там открылась мультимедийная выставка «Амбивалента». При помощи очков виртуальной реальности вы увидите проекцию воображаемого мира. Создатели пытаются раскрыть тему рождения молодежи, которая глубоко увлечена в цифровые технологии. Такой вернисаж для нашего города – это новшество. Насладиться и вы сможете недолго. Выставка будет открыта до конца этой недели. Потом она поедет по другим городам России. Но часть из них останется в Саратове. Кстати, вход абсолютно свободный. Была рада помочь. До скорых встреч. Пока-пока. Спонсор выпуска – салон верхней одежды «Лили». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова